Давайте рассмотрим процесс проектирования баз данных с помощью семантических моделей. Из чего же он состоит? В первую очередь, конечно, мы должны составить некую концептуальную схему данных на основе выбранной нами семантической модели. Фактически, это означает, что в рамках семантической модели мы должны преобразовать предметную область. Некоторый смысл в том, что здесь вводится дополнительный этап по сравнению с проектированием, например, напрямую религиозной модели данных. То есть, некая концептуальная модель данных, которая, с одной стороны, является отдельным этапом и требуется, скажем так, некоторое усилие для того, чтобы сформировать схему в этой модели. Но, тем не менее, сам переход от предметной области к понятиям этой модели существенно проще, чем к понятиям религиозной модели данных, например. И поэтому первым этапом является на основе ограничений предметной области сформировать некую концептуальную схему данных. Следующим этапом является преобразование этой концептуальной схемы данных в некую логическую схему данных на основе выбранной модели данных, которая у нас будет использоваться в нашей базе данных. В частности, если мы говорим о религиозной модели данных, то мы должны концептуальную схему преобразовать к некоторому набору отношений и определить ограничения целостности для этих отношений в терминах религиозной модели. И следующая часть – это преобразование логической схемы данных к некоторому физическому представлению. Но, опять же, если мы говорим о религиозной модели данных, то фактически это означает, что мы должны наш набор схем отношений представить в виде таблиц в SQL-понимании. При этом полностью специфицировать эти таблицы на языке SQL с тем, чтобы мы могли в выбранной СУБД выполнить эти SQL-запросы и получить базу данных, соответствующую нашей предметной области. Вот коротко описание всех этапов, которые необходимо пройти для того, чтобы спроектировать базу данных на основе семантической модели.